Лучше получить 10 центнеров сои, это в стоимостном выражении будет 2,5 раза больше, чем они получают от зерновой группы. На сои практически нет дополнительных сдерживающих факторов. Желательно иметь сою, грубо говоря, 40-41 на СВ. Это стимул к весенней посевной увеличить количество всех маслоличных. Здравствуйте, дорогие зрители! Это «Пять вечеров про сою» — цикл программ, в которых мы говорим об агротехнологиях и перспективах сои. Сегодня наша встреча посвящена экономике сои. Маржинальность культуры — это ключевой вопрос для любого сельхозпроизводителя. Своими наблюдениями и прогнозами сегодня с нашими зрителями поделятся Олег Ширинян, президент компании «СОКО». Виктор Антипов, генеральный директор акционерного общества «Артель». Вячеслав Селин, коммерческий директор акционерного общества «Артель». И Николай Чабан, директор ООО «Дары Кубани». Начать беседу предлагаю с вопроса о том, почему соя стала настолько интересной культурой для сельхозпроизводителей. Олег Нацаканович, в нашей первой беседе вы рассказали о том, что благодаря усилиям селекционеров соя стала возделываться очень широко в разных регионах России. Скажите, пожалуйста, где сегодня эта культура занимает наибольшие площади? Кто у нас лидер по производству сои? У нас официальная статистика ведется по сои с 2001 года. Вот уже 24 года есть, это достаточный срок для того, чтобы понять, куда мы движемся. Так вот, по сравнению с 2001 годом, в 2024 году площадь сои выросла ровно в 10 раз. Урожайность за это время выросла в 2 раза. А валовые сборы выросли в 20 раз. И мы продолжаем этими темпами двигаться, поскольку интерес к этой культуре не ослабевает. Идет рост потребления, ее продуктов. Это, прежде всего, повторюсь, корма для сельхозживотных и птиц. И поэтому мы наращиваем это производство, формируем внутренние потребности в этих продуктах и выполняем доктрину продовольственной безопасности. Поэтому площади растут. Что касается регионов, то вот за эти годы произошли очень серьезные изменения. Я вам скажу так, что у нас в компании в 2006 году обсуждался вопрос, будет ли расти сои в Липецкой области или в Курской области. Вот мы задавали себе вопрос такой. А сейчас Курская область – это номер 2 по площади производства сои в России. В 2024 году почти 430 тысяч гектаров было посеяно сои. И на первом месте находится традиционно дальневосточный регион Амурская область. Они, кстати, снизили площади. У них сейчас в 2024 году было 900 тысяч гектаров. Если брать в федеральных округах, то разница прослеживается очень серьезная по мере того, как просыпается интерес в тех или иных локациях этой культуры. А он просыпается, когда получается реальная возможность ее вырастить. Получаются сорта, которые позволяют ее вырастить недостаточным количеством тепла и осадков. Появляется техника, которая позволяет сберегать влагу и выращивать в таких условиях. Появляются средства защиты. И вот этот вот арсенал, который дает в руки агроному возможности продвигаться дальше, в более суровые, так сказать, условия, нетрадиционные для ее выращивания, позволяет нам увеличивать площади. Если брать федеральные округа, то за последние 10 лет максимальный рост – это центральный федеральный округ. Это абсолютное превышение даже дальневосточного показателя. В 2018 году по площади Дальний Восток сравнялся с центральным федеральным округом. Но потребность в этой культуре такова, что площади продолжали расти. Сначала на первом месте была Белгородская область. Потом они остановились ввиду того, что она все-таки область сама по себе не очень большая. По площади у них конечная площадь посевная. Они ее выбрали, остановились в пределах 340 тысяч гектаров. Курская область больше, вот 430, и не знаю, может, они нам в следующем году порадуют и 460 тысяч посеют. Очень большой потенциал есть в Воронежской области, в Орловской области, в других регионах, которые только для себя ее открывают. Например, Брянск, Рязань, Пенза, Мордовия, Поволжье. Поволжский федеральный округ, это сейчас находится на втором месте по площади и по темпам развития соеводства. Ну, если брать абсолютные цифры, говорить, кто же все-таки увеличил производство соя большего, конечно, северо-западный федеральный округ, в том числе Калининградская область, в 25 раз. Была 1 тысяча гектаров, стало 26 тысяч гектаров. Но это не впечатляет по сравнению, но это все равно рост. А вот Сибирь, Новосибирская область, 40 с лишним тысяч гектаров сои в этом году посеяли. Это, значит, Алтайский край, больше 220 тысяч гектаров. То есть Сибирь, Юг Сибири, это один из центров производства сои. Мы вот сейчас совместно со своими партнерами пытаемся осуществить программу по увеличению производства сои в таких нетрадиционных регионах, как Иркутская область. Мы получаем там отличные результаты. В этом году получили 24 центнера в производстве урожай сои, где, в общем-то, и зерновые не всегда дают такие показатели. С точки зрения диверсификации производства для регионов, в которых традиционно производится зерновая группа, там проса производится, такие вот культуры, которые, в общем-то, неприхотливые и, ну, маломаржинальные. И они реализуют те природно-климатические условия, довольно небогатые, в которых приходится жить довольно большому количеству населения в России. И, исходя из этого появления сои, вот вам пример. В 2018 году была поставлена задача организовать производство сои в Башкортостане. Там ее было около 100 гектаров. У нас произошла встреча с руководством, и была разработана программа. И планомерное выполнение этой программы привело к тому, что в этом году соя посеяна в Башкортостане на площади около 20 тысяч гектаров, в следующем году она удвоится. Мы планируем где-то 45. Есть специальные сорта, есть технологии, есть интерес. И люди говорят, да, мы можем сою выращивать. В производстве в этом году впервые получен урожай больше 30 сантиметров с гектара. Наряду с изменением климата, наряду с изменением политической и экономической ситуации происходит и изменение в структуре посевных площадей. Олег Нацаканович, вы назвали очень много регионов, которые только начинают выращивать сою. Всегда ли культура востребована? Всегда ли есть рынок сбыта? Ну, давайте зададим этот вопрос нашим переработчикам. Соя – это очень востребованный продукт. Мы ранее, в январе и феврале, уже всю сою покупали. Не только у нас в крае, то есть я с Краснодарского края. И там мы в основном закупали раньше. А сейчас, последние пять лет, нам уже к Новому году не хватает. И мы вынуждены заказывать и Центральной России, и Алтай, и Дальнего Востока. И причем логистика, несмотря на логистику, она получается, что выгодно оттуда привозить нам. Месяц нам нужно 10 тысяч тонн соя. Вот и представьте, какой оборот. Это мы с Курской области, с Белгорода. Вот это сейчас уже идут машины. И пришел состав 1000 тонн. Это с Дальнего Востока. Я хотел бы добавить, извините, Николай Николаевич, по поводу спроса на сою, как культуры. Ведь почему Курская область – одна из лидеров России по производству? В Курская, Белгородская, Липецкая, Воронежская область сконцентрированы основные точки потребления шрота. Это мясопроизводство. И, соответственно, рост производства мяса в России и вдобавок активный рост экспорта мяса из России в дружественные страны. Приводит к тому, что есть постоянный и стабильный спрос на шрот, соответственно, на соевые бобы и, соответственно, увеличение производства соя. Эта тенденция будет продолжаться. По моему мнению, на протяжении 5-7 лет будет только рост соя. И еще, мое мнение, что соя будет отвоевывать площади у подсолнечника. Два фактора есть. Это семена, то, что нет нормальных семян подсолнечника. А у сои у нас есть хорошие, достойные российские сорта сои, в том числе большой выбор у компании сока. И вот эти моменты все будут приводить к тому, что соя будет увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Мы, я думаю, что у нас очень большой потенциал. Плюс есть такой момент, показатель, конверсия кормов. Мы, я думаю, что будем переходить к более протеинонасыщенным кормам. Концентрированным. Да, более концентрированным. И этот еще один аспект, который будет как бы влиять на производство. Я думаю, что за сою у нас хорошее будущее. Вячеслав Иванович, если сравнивать с подсолнечником, вы сказали о затратах на семена. А затраты в целом на всю технологическую линейку при выращивании сои и при выращивании подсолнечника. Наверное, это уже мой вопрос. Да, Виктор Валерьевич, пожалуйста. У нас в компании, я буду говорить, как фермер и как человек, наверное, первый в этой пищевой цепочке, на которого все потом падает. Затраты в артеле 60-65 тысяч рублей на гектар. И это приводит к тому, что если у нас средняя урожайность за 7 лет 2,4 тонны, и на сегодняшний день мы рассчитываем цену сои среднюю 45 рублей, мы получаем порядка 118 тысяч рублей с гектара. Нетрудно посчитать, что прибыль больше 40 тысяч рублей с одного гектара. Это на сегодняшний день маржинальность, которая ставит сою на первое, ну максимум второе место. 60% рентабельности. 60% рентабельности, это очень хорошо. Если мы сравниваем это с пшеницей, там мы имеем 15-20 тысяч рублей с гектара, там на кукурузе порядка 40 рублей. Почему она будет отвоевывать у подсолнечника? Да, потому что у нас на подсолнечнике примерно такая же урожайность, ну чуть-чуть выше, да, а цена значительно ниже на подсолнечник было много лет подряд. И сейчас с уходом крупных игроков, производителей семян по подсолнечнику, я напомню, что это гибриды, да, у нас, я боюсь, что будут проблемы с семенами и с урожайностью. Вот мы у себя в хозяйстве рассчитываем все очень просто, да, мы берем всю посевную площадь и делим ее на три. Вот одна треть это уборка зерновых, которая летняя уборка, это пшеница, это ячмень, это рапс. Вторая часть это осенняя уборка, то есть это или подсолнечник, или соя, но это уборка в сентябре месяце, то есть у нас должна длиться уборка месяц летом, сентябрь месяц, и октябрь месяц мы должны до 1 ноября закончить уборку кукурузы. То есть мы вот таким образом рассчитываем свой производственный цикл. Тогда, если до 1 ноября мы заканчиваем, успеваем закончить всю уборку, мы успеваем и подготовить почву, и приготовиться к следующему году. У нас есть интересное замечание, если мы до 1 октября убрали сою, то сою получаем здоровую, с хорошей схожестью, мы ее убираем с хорошей влажностью, мы стараемся убирать сою с влажностью порядка 12%, у нас очень большое количество сушек, но мы стараемся не сушить сою, а убрать его с поля вовремя, потому что каждая сушка, каждое движение сои через механизмы – это повреждение соя. Это влияет на всхожесть и потом на качество продукции. И до 1 ноября мы должны закончить кукурузу, потому что после 1 ноября мы видим четко не за один год, это были сделаны анализы, мы видим резкий рост микотоксинов. Соответственно, растут микотоксины, падает цена, падает рентабельность. Вот таким образом мы раскладываем на 3 части всю нашу уборку. Если традиционно к пшенице, к первой уборке у нас все есть, у нас есть комбайны, есть склады, то, например, кукуруза – это очень большая затратная часть. Если нужно готовить сушилки, нужно готовить большой объем складов, нужно достраивать, потому что там и урожайность выше, и требования к сушке, очень много нужно сушильных мощностей. То соя в этом случае выигрывает тем, что нам нужно для сои. Да, по большому счету, хорошо подготовить почву, да, и на уборке – это флексижатки, чтобы мы не теряли от 2 до 7% зерна прямо в поле. Это очень много. Я себе задаю вопрос, как у колхозника, да, долго ли продлится этот праздник, потому что, ну, давайте посмотрим. У нас есть пивоваренный ячмень, все посеяли пивоваренный ячмень, очень нишевая культура, больше никто не хочет, цена упала, рентабельность упала. У нас был лен, начали сеять лен, тоже всех накормили. У нас был горох, он в том году стоил 30 рублей, в этом году стоит 20. Рентабельность очень непрогнозируемая, да, в центральном Черноземье у меня, во всяком случае, горох не считается. А соя, вот провели анализ там за 7 лет, даже при минимальной урожайности 1,8 тонны, это должна быть сильная засуха, не такая, как в этом году. У нас соя рентабельна. Ну, и вообще потенциал сои, как подшественника для зимых зерновых, никто не сбрасывал со счетов, и в обязательном плане этот подарок природы необходимо использовать. Что соя оставляет после себя до 50-70 килограмм действующего вещества азота в доступной форме для последующей культуры, если мы соблюли технологию. А это не маленькие деньги при выращивании зерновых, особенно при нынешних ценах на азотные удобрения. Мы на предыдущих программах обсуждали, что, например, где-то сою необходимо защищать от болезни, где-то этот аграрий не считается обязательным. По вашим наблюдениям, сколько аграрии тратят на выращивание сои, может быть, в разных регионах? Это зависит от потенциала региона. Если, например, в регионе, ну, там, в Красноярском крае, там потенциал для сои такой, что можно получать до 2 центнеров в гектарах. Конечно, отдельные могут говорить, мы и 3 тонн из гектара получаем, но стабильно это будет 15-16 центнеров. Исходя из такого прогноза по урожайности, который дают природно-климатические условия, с этого надо и протягивать ножки по технологии. То есть, мы вынуждены отказываться от дорогих препаратов, мы вынуждены отказываться от излишних обработок, мы вынуждены идти на то, чтобы семена покупать на стороне, не производить их у себя за счет удорожания самой технологии. Опять же, вот от региона. Если нам Курская область, Центральное Черноземье сейчас, Орловская область, дает возможность получать стабильно до 3 тонн с гектара, то мы полную технологию, вот как Виктор Валерьевич говорит, 65-70 тысяч рублей можем закладывать на 1 гектар производственных затрат, знаем, что мы 2,5 тонны с гектар в любом случае получим. А если мы этого не знаем, допустим, Курганская область или, допустим, там Оренбургская область, где соя является не просто культурой необходимой, это просто необходимая культура, которая позволит диверсифицировать риски в производстве. Они же не будут только подсолнечник выращивать, а зерновые у них дают 15 центнеров урожая. Так им лучше получить 10 центнеров сои, это в своем основном выражении будет 2,5 раза больше, чем они получают от зерновой группы. То есть тут цели разные. Сою выращивать для собственного интенсивного животноводства, сельхозпроизводства, как крупные холдинги, не буду называть холдинги, вертикально интегрированные структуры, которых много в центральном Черноземье, которые могут себе позволить и собственное комбикормовое производство, и рецептуры, и так далее. Либо это хозяйство, которое выращивает свою коммерческую культуру для того, чтобы в конце концов свести баланс в целом по бизнесу. Вот он, допустим, на зерновых получает ноль по эффективности, добавив туда сою и подсолнечек, он получает плюс. В целом получается плюс. На пшеницу влияет мировой рынок. Николай Николаевич, хочу спросить вас, а что влияет на цену сои? Так скажем, за 10 лет, по сути дела, мы уже создали свое впечатление о рынке, как с ним работать, как ценообразование работает, анализируя все это. То есть мы, естественно, экспортеры, крупные холдинги, они диктуют, по сути дела, цены. То есть мы пляшем от них. То есть мы изучаем ежедневно, по сути дела, цены на масла, на сою, и уже потом назначаем свои цены. Закладываем все. Например, погодные условия. Этим летом, допустим, в Краснодарском крае была нехватка осадков. Соответственно, наши фермеры, хозяйства получили урожай ниже 10 центнеров за гектар. Это очень мало. И того меньше. И, соответственно, сейчас вот уже мы наблюдаем дефицит сырья. Если рассматривать по цене, вот мы 1% протеина от 0,8 до 1,2 рубля. Соответственно, если протеин 41, ну вот мы сегодня 48 рублей. Вот чтобы посчитать. Скажите, пожалуйста, вот у нас звали цену 48 рублей, да? Это на заводе, это у нас в Краснодарском крае. В Краснодарском крае, отлично. Скажите, а где паритет цены? Вы сказали о том, что вы завозите сою из ЦФО, из Алтая. Вам сейчас дешевле, да? И там местные ваши крупные холдинги. Дешевле, так же. Ну, да, так же. А до какой, скажем так, до какого уровня может вырасти стоимость сои? Где эта планка верхняя? То есть, где паритет, когда вам, допустим, будет проще завести сою из Латинской Америки? Интересный вопрос. Нестандартный. Да, потому что, ну, когда производишь сою, хотелось бы понять, все-таки сколько? Где та максимальная планка по цене? Вот мне кажется, мы добрались до вопроса, почему цена зависит от содержания протеина? Давайте прямо говорить об этом. Ну, это только у нас, наверное, но в стране такая ситуация. Вы понимаете, какая удивительная вещь? Вот Индия, да, один из крупнейших потребляющих сою стран. Им совершенно плевать, сколько там содержится протеина. Они с любым протеином купят сою. Для них в сои главным агентом является масло. Аргентина. Вот у нас идут переговоры с аргентинцами. Нам аргентинцы говорят, что их великим достижением стало то, что их соя показывает 32% протеина на абсолютно сухую массу. 32% они считают это достижением. У нас с 32% протеином они вообще не будут покупать сою. Да, даже разговаривать никто не будет. Но у них содержание масла в сои 40%. И вот вы когда из этого 100% уберете масло, уберете оболочку и добавите вот это к тем 32%, мы на выходе получим то же самое ГОСТовское сырье с 55% протеина. Просто все зависит от того, кому что хочется получить от этой уникальной культуры, в которой есть и масло, и белок. Нам, переработчики, у нас был крупный проект с концерном «Успахтайок», это Узбекистан, 26 маслозаводов, которые перерабатывали хлопковое семя на масло хлопковое. Они тоже решили дерефицировать свой бизнес, они начали выращивать сою в республике. Так вот, они говорят, нам не нужен ваш протеин, нам нужно масло. Потому что мы страна, которая потребляет растительное масло в огромных объемах. Сколько ни давай, нам все равно будет мало. Вот, и поэтому вот цена. А у нас в России сложилась удивительная ситуация. Вот давайте вот попытаем нашего Николая Николаевича. Николай Николаевич, почему у нас так сильно зависит цена, и заставляют сельхозтоваропроизводители получать сырье с 46% протеина. Насколько это оправданно? Ну вот смотрите, вы уже часть вопросов ответили сами. Вот вы технологический процесс, как опытный технолог рассказали, что у нас происходит на производстве, прежде чем соя войдет в экструдер. И мы получим жмых с протеином 46%, на сыром, да, называем. Поэтому для нас всегда желательно иметь сою, грубо говоря, 40-41% на СВ. И мы на эту сою даем максимальную цену. Но с учетом нашего рынка мы также 50% покупаем сою с протеином 35-33% на СВ, который мы просто замешиваем в производстве и получаем продукт. То есть мы разработали порядка 7 продуктов с разным протеином. Но у вас максимальная цена на какой протеин у вас? Максимальная на 40-41% на СВ. А если будет 46%, все равно такая же будет цена? Будет такая же цена. Мы просто больше добавим сою с низким протеином. А скажите, разница между низкопротеиновой соей и высокопротеиновой соей какая? Сколько рублей на тонну? По договорам, которые мы сейчас заключаем, процентная ставка, 48 рублей. И, соответственно, каждый процент – это минус 60-80 копеек на килограмме. Да, я понял. То есть где-то 4 тысячи. Ну, одна очень уважаемая крупная компания и перерабочая, которая диктует у вас цены в центральном регионе, в прошлом году предложила такую схему. Вот, допустим, 34-й протеин стоимость одной тонны, ну, примерно, скажу, там 30 рублей. А вот на 38-й протеин, 4 плюс, добавили 4%, она на 12 тысяч больше. Это что делать? Это прямая стимуляция производить высокопротеиновое сырье. Высокопротеиновое сырье со стабильно высоким протеином – это, как правило, сорта иностранной селекции, которые позволяют получить при средней урожайности 44-45% протеина. Это подспудный расчет. То есть это делается для чего? Для того, чтобы сельхозтоваропроизводители переориентировались на эти сорта. И они знают, что меньше 43-х они не получат протеина, а заплатят только за 42. Или за 40 даже. Или за 40, да. А получат 43-45%, потому что это потенциально высокопротеиновые сорта. Они, конечно, урожай дают ниже, чем стандарт, который есть 20 на 40. Но для переработчика это что важно? Они имеют пул зерна с высоким содержанием протеина. И вот это то, что ниже 32 по 30 рублей вообще за копейки они покупают. Они смешивают и получают свою сверхприбыль. Поскольку это процесс рыночный, государство в процесс не вмешивается. Правильно? Да. Жалко, что, конечно, у нас при разговоре не присутствуют представители компаний, которые... Это нормальный бизнес-процесс. Но просто мы должны понимать, откуда уши растут. Почему такие прыжки в ценах, такие изменения, они направлены на то, чтобы сверхприбыль получали только те, кто является конечной цепочкой переработчиков. Мне кажется, может мы немножко их зря вот так вот демонизируем. Мне кажется, потому что основной продукт, который получают они, это шрота. Да, у нас в России, да. Да, это шрота. И масло проходит мимо. А шрот требует еще определенных вложений. Это не только экструдер, но это и экстракция. Это более сложный процесс. И на выходе они получают высокопротеиновые шрота. И здесь у нас появляется еще одно направление, которое, например, берут другие уважаемые компании. Полножирная соя. Что можете сказать вот в этом направлении? Ну, я как дилетант, который пытаюсь, так сказать, со всех сторон смотреть на этот процесс, сложилось мнение следующее. Полножирная соя – это продукт, который, во-первых, плохо транспортируется, плохо хранится. Значит, он должен производиться на месте. На месте он и должен и потребляться. Кто является основным потребителем полножирной сои? Тем, которым не обязательно иметь сухой шрот или там жмых с остатком до 7-8% масла. Это птицеводы. Птицеводам обязательно в корма нужно добавлять масло растительное. И масло растворимые витамины. И масло они добивают. Если они даже берут шрот, готовят его, они обязаны добавить туда масло, которое предварительно кто-то извлек. Вот это и есть смысл. Это полножирную сою использовать как основу для формирования рационов птиц. Это будет дешевле. Это не связано с логистикой, хранением и так далее. То есть, полножирную сою произвели, она долго не хранится, чтобы не окислялась. Тут же ее пускают в производство. Вот мое мнение такое. Но это очень дешевый процесс. Если это сравнить с экстракцией, то это, конечно, во много дешевле процесс переработки и проще. Намного проще. За один проход мы ее получаем в экструдере, этот конечный продукт. И вот это направление второе, да, есть стандартное, да, как говорит Николай Николаевич, это производство масла и шротов. Есть вторая, скажем так, ветка потребления соевых бобов. Это вот производство полножирной сои. И у нас оно в ЦФО растет из-за того, что сконцентрированы переработчики, вернее, производители мяса. Спрос на такую сою растет. И они готовы, переработчики, давать такую же цену, как за высокопротеиновую сою. Это к тому вопрос о том, что в принципе кнаться, может быть, за белком и не стоит. За высоким содержанием протеинов сои. Может быть, достаточно получить там 37-й АСВ или там, ну, вот стандарт у них у всех, да. Николай Николаевич, может быть, подтвердит или опровергнет. Тридцать четвертый сырой протеин нужен для полножирной сои. И все. И все вопросы закрываются. Ну, вот мы на первом подкасте рассматривали частично этот вопрос. Я думаю, что на этом еще раз необходимо заострить внимание, особенно для наших фермеров. Сельхозпроизводитель, фермер – это человек, который должен получить при своих всех, так сказать, трудах, максимальную прибыль с одного гектара. Не выручку, а прибыль он должен получить максимальную. При случае выращивания сои, вот смотрите, высокопротеиновая соя – это чудес не бывает в природе. Если мы больше запасем в зерне высокоэнергетическую составляющую в виде белка, либо в виде масла, то конечный результат урожайности будет ниже. Это закон биологический. И когда мы на испытаниях видим 45-45-45, не верьте. Вот поберьте моему 35-летнему опыту. Не бывает такого на свете. Чудес не бывает. Количество энергии, которое получает растение, оно конечно. Ее возможности по переработке биохимической в масло и в протеин, оно тоже конечно, и оно во многом регулируется геномом этого растения. Поэтому нам надо исходить из того, что нужно иметь оптимальный биохимический состав выращенной сои. Вот допустим, мы знаем, что урожайность сои связана с, вот это такая вот кривая, максимально высокая урожайность мы имеем при содержании протеина от 39 до 42. Все. Дальше, чуть ниже она падает и чуть выше протеина она падает. Вот нам надо на этом сосредоточиться. Потому что вот эти как раз 39-42, это максимальная цена закупочная. И это максимальный урожай. Когда одно на другое мы умножаем, мы получаем максимальную выручку с гектара. Нам не нужно получать 43-44-46% белка. Потому что мы эти 46 умножим на ту пониженную урожайность и получим выручку ниже. Вот когда научатся фермеры это считать, тогда у нас все получится. Тогда мы будем получать выше, относительно всего прочего, выше урожаи. Переработчики будут получать качественное сырье, из которого они вполне в состоянии вырасти, получить достаточно гостовский продукт. Фактически все будут довольны. А вот все, что остальное, все за пределами этих показателей, получается перекос. Но этот перекос не в пользу сельхозтоваропроизводителя. Сейчас вот такие условия получаются, да, с учетом там уже наперед заскаку и прокредиты, что здесь вот все выживают сейчас. Мы сейчас перестраиваемся, то есть мы переходим на отечественное оборудование полностью, по сути дела. Ну, там есть у нас китайские линии по очистке. А так мы на всем отечественном работаем. И мы должны все равно, ну, как это, искать золотую середину. То есть мы не покупаем 40, 20, 20. Мы также берем 35, 18. И потом уже просто в зависимости от того, какой мы делаем продукт, мы добавляем 50% такой сои, 50% такой. И потом идет реализация. Если, допустим, сейчас уровень цены на масло скачали вверх, да, то жмахи нет. Жмахи наоборот. И соевый, и рапсовый, они остаются. Мало того, идет тенденция к тому, что покупатели просят еще снизить на жмахи. Потому что если сейчас мы поднимем цены на жмахи, то пойдет стоимость яиц и мяса, и все пойдет вверх. А вот Виктор Валерьевич, что скажет по поводу содержания протеина вам, как производителю, который получает, вот с гектара считайте свою выручку, то, что я говорю, это справедливо? Или, может, я чего-то не правил? Ну, вы знаете, я вот как производитель всегда в первую очередь смотрю на урожайность. И я знаю, что если у меня урожайность высокая, чуть-чуть просядет белок. Если урожайность низкая, поднимется белок. Но если урожайность низкая, тогда поднимется цена. Если урожайность высокая, цена обязательно выпадет. Ну, вот это вот, по сути дела, это классика. Это классика. Единственное, что когда вот сейчас курс доллара, да, ну, мы тоже от этого зависим. Идет курс доллара, и мы все равно зависим от мировых цен. Как бы там, казалось бы, вот, но внутри России... От мировых цен до масла, как это ни странно. Да, и масло, да, масло идет, оно тянет за собой все масличные. Причем даже градацию. За пять лет, первый раз в этом году, когда цена между маслами соевым и подсолнечным 13 рублей. Обычно шесть-девять так, а вот сейчас просто идет прогресс. То есть, подсолнечное масло востребовано. Подсолнечное дефицит. Выросло сейчас подсолнечное масло. Подсолнечное, сейчас бьет рекорды. Так его что, в мире распробовали, получается, да? Бьет рекорды. Ну, просто не урожай подсолнечника. Не урожай подсолнечника, в том числе и у нас на юге, везде. Николай Николаевич, хочу задать вам вопрос о характеристиках сои, которые вы учитываете. Знаю, что для переработчиков рапса важно остаточное содержание пестицидов. Для тех, кто покупает кукурузу, животноводы, значит, им важно содержание микотоксинов, чтобы их не было. Что важно в сои, кроме протеина? Ну, мы уже здесь как раз до этого все это обсуждали. По сути дела, первый – протеин, второй – это масло. То есть, золотая середина – 40-20, да, ну, там, 41-21-22. Это идеальный вариант. И влажность, вот, например, производитель, да, старается до 12 убирать. Ну, нам бы хотелось, мы все равно досушиваем до 10. Поэтому, допустим, у нас на юге, да, там, мы стараемся до 10 брать. Ну, по ГОСТу до 12, поэтому вот 40-41 протеин на СВ, 21-22 масло, влажность до 12 и СОР 2, ну, 3. Ну, опять же, там у всех разные условия для уборки, там, применения гербицидов. То есть, возникает такие СОР, какие-то там дополнительные примеси подсолнечника, ну, и других культур. Ну, это все обговаривается, все это решается за дополнительную плату, так скажем. Николай Николаевич, то есть, если будет поставка с 10% влажности, вы за 2% влажности доплачиваете. Браво! Поэтому мы убираем за то, что платят. 12, значит, 12. Заплатят нам за 12, это 2% в цене. Нет, естественно, да. Это не в количестве. Нет, нет, вопрос, нет, вопрос, какая идеальна. Я ответил, какая идеальна, какая хотелось бы, чтобы я непосредственно сразу ее пустил в экструдер, понимаете. Тогда платите, и мы вам посушим, сделаем такое, как вам надо, не вопрос. Ну, вы же наши кормильцы, я для этого и приехал. Потому что мы, на самом деле, в тесной связке, вот, благодаря представителям СОКО, вас, вот, картели, то есть, непосредственно мы, наоборот, да, за длительные отношения. Мы стараемся всегда находить ту золотую середину и работать, вот, как с СОКО мы работаем, я не знаю, уже 10 лет. Вот уже сколько тянемся, если Дары Кубани больше 10 лет, и до этого они общались, по-другому называлось, но, тем не менее, эта связь не прерывается. Я хочу поднять еще один такой показатель, о котором мы не говорили. Это трепсин, ингибирующая активность. СОЯ, как культура, которая очень ценна для любого ее потребляющего организма, особенно в дикой природе, в ней и масло содержится, и белок. И очень хочется скушать для того, чтобы, так сказать, получить сразу два в одном. СОЯ в природе как от этого защищается? Она содержит в себе белковые структуры, которые называются трепсин, ингибирующие вещества. Что они делают? Они в желудке у птички, например, останавливают процесс пищеварения и не дают возможности ее переварить. И эта СОЯ вместе, так сказать, с удобрением выходит и прекрасно растет. Таким образом, она защищается в природе от исчезновения. Ну, это такое вот в естественном отборе появилось такое свойство у этой культуры. Нам же этот процесс надо победить. Мы же должны следить за уровнем уреаза, за трепсин, ингибирующей активностью. Этот показатель, он, конечно, связан с генетикой, очень сильно связан. И известны в природе сорта, сорта искусственно выведенных, в которых вот этот вот, допустим, ингибитор куница, как его называют, он вообще ноль содержания его. Были такие сорта, они очень нетехнологичные, как правило. Там японский микавасима, там фора был, нимковский сорт. Вот, они абсолютно невозможно, их выращивать в производстве. Они очень крупносемянные, у них повышенное содержание протеина. Ну, у них, их можно в сыром виде скармливать сельскохозяйственным животным, но просто это невыгодно. С тем уровнем урожайности и с тем абсолютной неустойчивостью к перестой, и с тем длительным вегетационным периодом, которые обладают эти сорта. Так вот, в процессе переработки еще надо учитывать и этот фактор. Вы его учитываете ведь? Да, потому что бороться с этим можно единственной температурой и выдержкой этой температуры. Чем выше температура, тем больше сжигается белка, тем меньше его остается в конечном продукте. Чем ниже температура, тем больше остается трепсинно-гибирующая активность, которая уничтожает желудки сельскохозяйственных животных, и они, в конце концов, перестают ее переваривать. То есть, конверсия кормов становится крайне неблагоприятной для сельхозтоваропроизводителей. У нас же помимо… Вы его вообще на цену, он влияет, вот этот показатель, или нет? Оно скрыто, все это в совокупности, потому что те наши два кандидата технической науки, которые работают над кормами, которые изобретают, мы что-то покупаем, вернее оплачиваем полную лабораторные исследования. То есть, мы сажаем ферму цыплят и на них экспериментируем, какой прирост идет на наших кормах. Мне кажется, это все-таки лежит ближе в плоскости питания человека. Юго-Восточная Азия, страны Японии, Южная Корея, Китай, Бангладеш. Вот эти вот страны, где традиционно соя используется как продукт питания, они, во-первых, стараются потреблять сою чистую от генетических модификаций и на этом настаивают. А во-вторых, чем меньше температурное воздействие на нее, тем более ценный получается продукт в конечном итоге. Для человека это важно. А вот что касается для сельхозживотных, ну, поверьте мне, мы проверяли, мы в коллекции вировской брали эти такие существующие сорта, мы пытались создать свои сорта, они у нас есть. Они у нас есть, мы их не регистрируем по двум причинам. По первым, во-первых, нет спроса. Во-вторых, нет методики. Потому что они по урожайности всегда будут проигрывать контролю, всегда. У них выдающиеся качественные характеристики. Но наша система сорта испытаний, которая есть, и допуска к использованию, не позволит им пройти и быть включенным в государственный реестр. Поэтому вот если вы хотите у себя на огороде поэкспериментировать, мы вам можем предоставить, вы поймете, что и тофу из него получается просто изумительный, и молоко соевое получается из него хорошее, и любой другой продукт, который основан на экстракции белка, либо просто консервировании. Да, вот консервированная соя. Ну, что там? У нас есть сорта, которые имеют зелёный цвет семидоли. Они выглядят как зелёный горошек. Причём в массе размал, разламываешь его, семидоли зелёные. Это ещё с лёгкой руки царства небесного Александра Васильевича Качегоры, великого селекционера, он обратил на это внимание. Это всё есть, это просто не востребовано. Так вот, вы говорите про трепсин, ингибирующую активность. В производственных условиях таких сортов ещё нет. Если кто-то создаст такой сорт, который будет технологичным, и хоть как-то близко приближен по своим урожайным и технологическим качествам к тем, что мы уже имеем, я думаю, что этому человеку смело можно давать Нобелевскую премию. То есть, основным потребителям всё-таки у нас животноводство остаётся? Сто процентов, да. Мы пока стоим на том, мы производим сою для кормления сельскохозяйственных животных и птиц. Это основной белок. Без него не растёт ни птица, ни абсолютно всё животноводство. Это основной составляющей белок для роста. В Белгородской области большая доля животноводства выросло производство сои. И посмотрите, растут производственные мощности у нас в центральном Черноземье. И сначала они работали вообще на привозном сырье. А сейчас и догоняем, мы производим, и растёт, растёт, растёт производство. И всё равно 2 миллиона тонн в год покупаем. И у нас пока не так много, не такая большая доля в севообороте занимает соя. У нас там от 7 до 14%. И нам есть ещё куда расти. И мы, в конце концов, я думаю, что если мы сформируем свой севооборот летней культуры, соя и кукуруза, где энергонасыщенная корма, у нас тогда будет самое идеальное соотношение. Нам есть ещё куда расти. Мы не Дальний Восток. У нас соя занимает в севообороте маленькое количество земли. Скоро перейдём на двупольный севооборот. Пока будет... Соя, кукуруза и... Пока рентабельность будет сой высокой, она будет расти. Потому что будут менять. И пшеницу будут менять, и ячмень будут менять. И доиграются, и подсолнечник будут менять. Если такой подход, то центральный федеральный округ, отказавшись от части зерновых культур и масличных культур, таких как рапс, да, могут увеличить производство сои и могут её удвоить, я так полагаю. Скорее всего, откажутся от пшеницы, ячменя, потому что у нас основной потребитель находится... Дорогая логистика, да, нам далеко отправить своё зерно потребителю. Это там порядка пяти рублей логистика, плюс ещё пошлина, да. А соя, вот он рядом потребитель, вот он рядом заказ, понятно. Я думаю, что в конце концов у нас будут проходить дальше, и мы можем хранить для покупателя сои, то, что он купил, да, как элеваторные услуги оказывать, потому что мы рядом, они рядом, здесь понятные и прочные связи. Виктор Валерьевич, вы сказали, что вашему хозяйству есть куда расти в посевах сои. Насколько они увеличатся в следующем году? Планируем увеличить их где-то в два раза. Мы не спешим, но это вот такое выражение, при том, что у нас 30 тысяч гектар, да, у нас было под сои 2 тысячи, то есть порядка 7%, ну, теперь будет, я думаю, что 4. Это не рост именно по площадям большой. Эта соя предназначена для производства семян? Я думаю, 50% из этой площади будет под семена, 50% это товарная соя. А какие есть сдерживающие факторы к росту площадей сои? На сои практически нет дополнительных сдерживающих факторов. Если вы можете выращивать кукурузу, и вы можете выращивать зерновые, то у вас уже есть жадка, и у вас уже есть сушилка. Все, больше для сои ничего не нужно. Конечно, сейлка подходит, почвообработка подходит, ну, может быть, только чуть более внимательно. Так что единственный сдерживающий факт для роста сои, когда ты смотришь и думаешь, надолго это или нет, то есть нишевый этот продукт или нет, я для себя ответил, что это не нишевый продукт, потому что рынок сои в мире примерно как рынок пшеницы и кукурузы вместе взятые. Из вашей практики цена на сою сильно колебалась в те годы, когда вы ее выращивали? Пока не было построено завода, пока не было построено переработки, не было спроса внутри нашего ЦЧР, она сильно колебалась. И производство сои было не очень интересным, не очень рентабельным. Поэтому, если на наши графики посмотреть, у нас 200-400 гектар сои на все хозяйство, лишь бы было чем агрономам заняться, чтобы они квалификацию не теряли. Сейчас вы видите, что мы можем вырасти до 4000 гектар, а это в 10 раз. Она становится более интересным, более рентабельным. Ну, конъюнктуре она подвержена очень серьезной. Если взять за последние 5 лет, у нас цена за тонну сои колебалась от 20 рублей до 65. Можете себе представить? Разбег. Вот это были реальные закупочные цены на сою. Вот в ретроспективе предыдущих 5 лет. То есть, середина мая 63, и потом начались первые сорта убирать, и сразу падение на 15 рублей. Слушайте, интересная вещь. Если раньше вот эти вот годовые, я говорю за 5 лет изменения, а если взять в годовом исчислении, то получается, что раньше было правило. Самая дорогая соя стоила в августе месяце. Почему? Потому что урожай начинали убирать во второй половине сентября. Сейчас появились ультраскораспелые сорта, которые начинают в начале августа убирать. И вот этого мертвого сезона практически нет. А во-вторых, появились механизмы у переработчиков, которые могут накапливать достаточное количество себе буферных ёмкостей для того, чтобы не прерывался этот процесс, выравнивать в течение года цены. И поэтому вот раньше фермеры держали до августа месяца и продавали, сейчас такой тенденции нет. Сейчас цена может упасть, в начале мая может упасть цена, и всё, и держаться до следующего урожая низкая, как была вот в 20-м, по-моему, году. Да, в 20-м, когда все ждали, что вот-вот май. Она вырастет, она падала-падала, и до 20 рублей упала, даже до 18 тысяч за тонну упала цена на сою. Там очень многие погорели на этом, очень-очень. Но это было не только на сою, на подсолнечек тоже самое. А сейчас вот наоборот, а сейчас рост. Для вас, как сельхозпроизводитель, это сейчас на руку, потому что сейчас рост подсолнечного масла потянет за собой остальные масличные, а именно соевое, рапсовое масло. А значит, и бобы будут расти в цене. Хотя, Жюри, примерно всегда было в среднем, по нашим расчётам, мы так плюс-минус считали, там 6-9 рублей, а сейчас уже 13 рублей разница. Это соевое, подсолнечное. То есть, такой дисбаланс, это как-то компенсирует. Это как-то компенсирует. Рост и сырья, и семян. На это тоже надо обратить внимание. Это стимул к весенней посевной увеличить количество всех масл личных, не только сои, но и подсолнечника, в первую очередь сои, но и подсолнечника, и того же ярового рапса. И запастись семенами сейчас. И запастись семенами сейчас. Пока они ещё есть. И рапс тоже. То есть, я как бы отвлекаюсь чуть-чуть в сторону не соевого темы, но, например, мы предполагаем, что если вдруг соя закончится, то есть, у нас уже технологи разрабатывают новые продукты, и мы будем переходить на рапс. Скажите, когда лучше продавать сою? С точки зрения переработчика. Вы это у кого спрашиваете? Как раз вот этот момент, это как раз, если бы не было этих накоплений, потому что, допустим, ну вот почему мы покупаем СЕЖ-ЦФО? Потому что холдинги у нас в крае, и крупные фермеры, они просто сою отложили до весны. Ну, или после Нового года, потому что с Нового года уже новый бюджет, и они там соизмеряют закуп КСМ, химии, семян. Все, кто уже остальные продали, так скажем, а эти лежат. Вот если бы все равномерно распределяли, то бы не было вот этих скачков, потому что рынок бы держался плюс-минус 2 рубля, и тогда бы не было вот этих вот контрастов. Безусловно, рост будет, это должны понимать все, что весной сельхозпродукция будет в этом году значительно дороже, чем она стоит сейчас, потому что, ну, иначе тогда, я не знаю, тогда нам надо прекратить говорить о рыночных условиях и говорить о, как в политэкономии нас учили в советские времена, общественно справедливая цена. Был такой хитрый, очень хитрый термин, которым завуалирована, представляла цена, которую выдавал Госплан. Килограмм сахара стоит 63 копейки, все, как хотите, так и помещайтесь в эти деньги. К сожалению, и, наверное, к счастью, этого нету, поэтому цена, я думаю, будет расти. Острая дискуссия у нас получилась. Нам нужно подвести итоги. Пять вечеров мы встречались, говорили о сои, об агротехнологиях, о питании, о защите. Хотела бы услышать от гостей нашей студии аргументы в пользу сои. Почему сельхозпроизводителям, которые нас смотрели, эти пять вечеров, весной 2025 года надо посеять сою? Ну, давайте начну я, наверное. Во-первых, как мы уже все говорили, есть стабильный спрос на соевые бобы. В основном, конечно, это переработка, и переработка вся внутри страны. Это самый главный фактор. Плюс, да, растет производство мяса, соответственно, спрос будет дальше расти. Растут перерабатывающие мощности, плюс анонс в разных регионах страны, масложировые, там, Союз анонсирует строительство новых перерабатывающих заводов. Это тоже стимул, который будет толкать к стабильному спросу на соевые бобы. Но и, наверное, все-таки это замещение других культур. Мое мнение личное, да, что в этой ситуации пострадает в первую очередь подсолнечник. Ну, вот, как бы я вижу эти тенденции, скажем так, и почему будет соя расти. Николай Николаевич, что скажете вы, как переработчик, почему нужно сеять сою? Ну, во-первых, я тоже поддерживаю полностью слова. Единственное, добавлю, что, ну, опять же, там, для севооборота это необходимо. У нас рисовики, ну, вот я понимаю, что с каждым годом все больше и больше мы покупаем сою у наших рисовиков. То есть, наш кубанский рис и для хозяйства, которое они используют, и сейчас они достигли больших успехов. Соя, ну, у нас дефицит в сое, поэтому я всегда буду говорить, что сажайте сою, а я буду дружить и выкупать все. Спасибо. Олег Ницаканович. Ну, я хочу сказать о том, что соя, культура настолько во многих отраслях нам нужная, вот, и у нас до сих пор существует дефицит. Мы около 2 миллионов тонн ежегодно ее покупаем, несмотря на рост производства. Я хочу сказать о том, что соя российская в корне отличается вообще от понятия соя на Чикагской бирже. Во-первых, она не генномодифицированная. У нее есть свой покупатель, который готов платить за нее реальную цену. Это кто? Это Китай. Это Китай. Это Китай, которому нужно 100 миллионов тонн сои в год для того, чтобы кусочек свинины всегда на столе у рядового китайца как минимум был. Вот. Для этого мы, сколько бы мы ее не производили, эту сою, сколько бы мы, у нас не возникало бы излишек, все это будет востребовано, потому что Китай покупает для пищевых целей для своих нашу сою, потому что она не генномодифицированная. Это второй показатель. Третий показатель. Соя является одной из наиболее маржинальных культур, которой можно насыщать всего оборот до 50-70%. В отличие от высокомаржинальной культуры подсолнечника, которую нужно хотя бы через 5 лет возвращать на одно и то же место, не раньше. Это во многих регионах существует закон. И в-третьих, о том, что соя – это палочка-выручалочка, это высоко ликвидный продукт. Даже при проседании цены на рынке, она всё равно будет выше, чем на аналогичное сырьё другое. И, во-вторых, для её хранения нужно меньше, более концентрировано в отношении денег. И, во-вторых, её можно быстро и легко продать. Это три составляющие, которые, мне кажется, должны побуждать наших сельхозтоваропроизводителей покупать сою. Ну и семена – тоже фактор немаловажный. Для гибридов подсолнечника, рапса, кукурузы надо покупать гибридные семена. У нас большие проблемы покупки семян за рубежом. Вы знаете, кватируется это дело. Сои тоже кватируются. Из-за рубежа семена в Российскую Федерацию вообще запрещено завозить сою. Запрещено уже второй год. И отсюда её способность, так как сорт – это сорт популяции, её можно до третьей репродукции выращивать. То есть, фермер один раз купил семена, он два года может её ещё у себя выращивать. Ну, заплатив, естественно, ройлти сельхозтоваропроизводителей. Это тоже фактор немаловажный, который влияет на эту культуру. Уточню о юге России. Дефицит осадков не пугает? Всё равно сеять? Пугает. Всё равно сеем, сеем мало. С каждым годом всё меньше, меньше, меньше. Я наших сельхозтоваропроизводителей понимаю. Поэтому раньше мы свой день поля и упор основной делали на Краснодарский край. А теперь вот у нас есть друзья, компания «Артель», с которыми мы пытаемся продвигать этот наш продукт, этот наш проект уже в центральном Черноземье, где он себя чувствует лучше. К сожалению, юг России становится более аридным, более засушливым. А воды нам водички взять негде. Спасибо, Виктор Валерьевич. Мне досталось самое тяжёлое. Я, может, проще скажу. Соя на сегодняшний день обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны. Ну, наверное, чуть-чуть ближе к телу, да. Условия этого года, условия уборки. Соя выросла очень хорошая, семена сухие, готовые. Приезжайте, покупайте. Сделаем лучшие семена. Я вот за 10 лет не помню, чтобы были такие хорошие семена у нас. Друзья, у вас наверняка осталось ещё много вопросов, поэтому мы приглашаем всех присоединиться к конференции компании «Сока» и «Артели» в Краснодаре в рамках выставки «Юкагра». Да, да. Приглашаем вас в выставочный центр на улице Конгрессной. Наша конференция состоится в отеле «Ред Пойнт», который находится на территории выставочного центра. Это состоится 20 ноября. Регистрация начинается физически с 10 часов утра. До милости просим на нашу конференцию, особенно тем, которые интересны вопросы питания. Мы постараемся ответить на многие возникшие вопросы для наших уважаемых сельхозтоваропроизводителей. И самое главное, мы наметим совместно пути, куда нам двигаться как селекционные компании, куда двигаться нам совместно с нашими производителями семян и что нам делать с технологией для новых регионов, которые сейчас появляются. Регистрироваться нужно обязательно на нашем сайте сок-ко.ру Ссылка будет в описании к видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова